Сегодня пришло сообщение, вот этот Сергей Гнездилов, да, это человек, который, ну вы тоже сталкивались, услышали, говорили, который опубличил вот эту, скажем так, тяжелую правду о СЗЧ, да, о том, что такое СЗЧ, он рассказывал, активно раздавал интервью, ну вот сегодня пришло сообщение, что его задержали, он об этом тоже записал сам, это военнослужащий 56-й бригады, который, собственно, ну как это, первый публичный СЗЧшник. Сейчас эта тема вообще, ну как бы на слуху депутаты там украинские, Дифтушок рассказывает, что неуставные отношения, шантаж командиров, за все надо платить, ну как бы там чего-то хочешь, там какой-то наряд, отпуск, там что-то еще, там заплати, 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 высокие зарплаты, которые выплачиваются бойцам, они вот трансформируются вот в такого рода новое неуставное, ну практику неуставных отношений, и поэтому люди просто плюют и куда-то снимаются и бегут и уходят. Вместе с этим параллельно скандал же безуглую поймали, что она там проголосовала, она говорит, нет, я не голосовала, то есть на законодательном уровне облегчают наказание СЗЧшников. То есть, Олег Игоревич, ну вы как человек опытный в принятии решений, ну таких государственных, да, то есть если мы имеем такую проблему, ее опубличил этот Гнездилов, этот парень военный, это действительно там, ну, она всплывает наружу, а Рада как бы облегчает нормы. Зачем? Наоборот же надо ужесточать, по идее, если ты как государство хочешь бороться и побеждать, ну вот эту проблему внутри армии, которая воюет уже третий год? Про какое государство ты говоришь? Это люди, которые там сидят под куполом, и государство, это же разные вещи, абсолютно разные. Ты же помнишь, откуда они появились? Трусковец. Трусковец, надо вспомнить Трусковец. Тем более, что это все антиконституционный акт был совершенный Зеленским. Он же начал с нарушения Конституции, когда он незаконно, антиконституционно распустил Верховный Совет. И тогда были все решения, что этого не может быть. Он уничтожил же нескольких, ну, организационно-методически, нескольких глав Конституционного Суда. Последнее идет преследование этого Тупицкого, которому инкриминируешь, он типа ухилян. Это же полный бред. И он родился в январе 23-го года. То есть, когда он выехал, ему шел 60-й год. Понимаешь? Вы чего? Он выехал в 22-м году. Вы хотели его куда? На фронт отправить, как да Винчи отправили, как мужа дочки Фариона отправили. Как теперь этот говорит, что, оказывается, прилетело и в Залужного, когда ему позвонили, и сразу был удар по его этому самому, где он был. То есть, вы же нам расскажите правду, если хотите, как бы, чтобы дальше двигаться. А дальше двигаться невозможно, потому что там пропасть. Джокер ведет всех в пропасть. Понимаешь? И уже многие в эту пропасть полетели. А остальные не хотят туда, в пропасть идти. Говорят, стой, стой, стой. Мы и так не подряжались. Мы за кого воевать будем? Говорят, народ хочет воевать за освобождение территорий. Чьих территорий? Каких территорий? Там же земля вся продана уже. Блэк-Року отдана. Отдана и Саудовская Аравия. Там они купили опять пакет акций в агроколдинге. Видимо, Дахея Катару отдана, еще там кому-то. То есть, так за кого же хотите воевать? За Зеленского, за Кучму, за Левочкина, за Ахметова, за Пинчука. За кого хотите воевать? Расскажите. Понимаешь? То есть, значит, что-то у тех, которые дают такие опросы, что-то у них не сходится. Потому что тогда бы не было… Ну, смотри, опубликовал же офис генпрокурора данные о том, сколько этих отказников и сколько дезертиров. И речь идет о сотнях тысяч. А если по годам сложить, так там вообще огромные цифры получаются. Поэтому никакого этого… Вот то, что говорят, что кто-то хочет за кого-то воевать, этого ничего нету. На практике. Может, где-то, как-то, кто там какие-то делал как что-то, опытывания, мы не знаем. Но результат другой. Есть практически результат. Люди вырываются, когда их хотят загребти. Правильно? Сплошь и рядом. Массово. Люди бегут с фронта. Люди сдают. А что ж, бригада целая ТРО взяла и говорит, а у нас нет чем защищаться. Нас вообще не готовили и ушли. А это тут кто его? Застрелили его. А в ряд он сам застрелился. Потом что-то есть какие-то… Уже его последние в телефоне что-то там, смс какую-то, еще что-то нашли. Так, то есть там, значит, что-то другое. А чего же вы все время врете? Все время врут, врут. Так он уехал в Хорватию. А чего он в Торецк не поехал? Ну тут вскрываются вот эти подробности. Там в Хорватии уже подписали соглашение о сотрудничестве с Хорватией. Там это все тоже картинка. Все, как вы говорите. Но в чем подробности? Тут западные издания пишут о том, что официальная встреча Зеленского и Папы Римского в пятницу. А там же, ну, там все рядом. То есть мы так проведем вот этот вот саммит Украина-Южная, ну, Юго-Восточная Европа, а потом к Папе Римскому. Ну, эта встреча, понятно, что это не Рамштайн, это не, там, да, вот этот Блинкен, Байден, Шольц, Стармер, Макрон. Это другое. Но не просто так. Это будет встреча именно в такой тяжелый момент, когда вся западная пресса пишет напропылую о том, что нужно Зеленскому смягчиться, чего-то сдать в обмен на что-то, и как-то вот пора заканчивать. Ну, такая тональность сейчас западных смеш. Вот как вы думаете, ну, так, Папа Римский, ну, мы же помним его встречи с Зеленским, и икону там кровавую, и, скажем так, эти все знаки, символы, и Ермак с Ватиканом пересекался уже позже, после. Неужели все идет в какой-то заморозке, раз вот такая встреча Зеленского и Папы вот уже в эту пятницу? Ну, смотри, Хорватия — это как раз зона католической церкви. Это именно католики. Значит, там было договорено уже ехать к Папе Римскому. Но ты помнишь, как пренебрежительно Зеленский вел себя с Папой Римским? И мы должны о чем? Это первое. Второе. Мы должны понимать, кто такой Папа Римский на сегодняшний день. Он является, по сути, лидером Ордена Иезуитов Франциска. Он руководит практически всей сетью мира. И Зеленский поехал на рандеву. То есть за кулиса принял решение, что условия какие-то Зеленскому расскажет глава Ордена Иезуитов, мировой лидер, один из мировых высочайших лидеров, по весу превосходящий, конечно, и Борреля, и всех остальных. И он должен ему что-то объяснить и сказать. И должны быть приняты какие-то, видимо, решения. Но Зеленский, Ермак и вся эта братья хочет остаться. Поэтому, по идее, происходит так много всяких убийств и самоубийств. Понимаешь? Тут тебе Фарион вдруг раз и нет. Тут тебе этого уже Гока, директора нет. То есть тут одного нет, тут второго нет, тут третьего нет. И получается, что это расчистка поля. То есть Зеленский думает, что ему удастся совершить опять в Сальто-Мортале какой-то там, как это, трёхоборотный типа тулуп или через голову, и что он опять выскочит и уже проведёт типа мирные переговоры, и уже он будет опять в белом, и украинские все лохи, крепостные рабы на галерах будут ему аплодировать. Какой миротворец! Голубь уже! То есть Зеленский хочет сейчас быстренько поменять форму и астреба на голубя и всех приодеть уже в голубиной одежде. Читаем Евангелие. Иисус Христос говорит, «Бойтесь лжепророков, которые приходят к вам, волки в овечьей одежде. По плодам узнаете их. Не растут смоквы на терновнике, не растёт виноград на репейнике, а от плохого дерева хорошего плода не бывает». Не бывает. Всё. Но для этого надо, чтобы свинопасы гречка сии перешли от бытового постколониального сознания к длинным циклам думания. Ну, хотя бы на бумажке себе завели бы, какой-то карандаш поставили и блокнот. И записывали, блин, записывали, что было неделю назад, две недели, три недели. Говорит, тут помню, тут не помню. Говорит, один мозжечок не разложился. Вот проблема украинского социума. Красть могут хоть прямо сумками с долларами, хоть всю постель в матрасах обложить золотом, долларами. Это не проблема. А вот так чуть-чуть в мозгах, чтобы было не доллары, а что-то другое. Блин, нет. Одна извилина, плавно переходящая в толстую кишку. И ничего сделать нельзя. Ну, это чего только стоит сегодняшняя, да, вот эта новость о том, что Financial Times написали, что украинские производители дронов хотят, лоббируют, продавливают отмену запрета на экспорт вооружения. Ну, то есть хотят вот эти дроны отправлять куда-то на экспорт, получать деньги. Это как раз 20 миллиардов не хватает от Украины. И как раз бы можно было за счет этих денег нарастить, закрыть дыры в бюджете, потому что госзаказа нет у предприятий. На что уже тут там азовцы возмущаются, военные пишут, в смысле, у нас не хватает дронов, а вы хотите на экспорт их отправлять во время войны? Ну, то есть тут получается такая очень интересная дилемма, потому что солдаты видят, что на передовой просто хотят наши производители зарабатывать, а не помогать армии воевать. Саша, ну никто ничего помогать не будет, это же капитализм. Это товарно-денежные отношения. Для этого, смотри, сколько Россия сейчас будет тратить на расходы на войну? 40% официально своих расходов в госбюджет. Все покупается и продается, покупается и продается. Так не бывает, это все придумано, это просто люди привыкли, у них просто советско-коммунистические сидят эти атовизмы. И они думают, что им кто-то что-то должен дать, никто ничего давать не будет. Поэтому бессмысленно воевать, бессмысленно. Более того, говорят, вот с Путиным он заберет эти четыре области, сейчас говорится об этом, да? Но давайте, и мы с тобой обсуждали, я у себя на каналах это давал, а почему он должен забрать у нас эти области? Сейчас уже многие в России тоже говорят, слышь, а нафига они нам нужны? Они же уже не скрывают, что они туда впаривают сотни миллиардов рублей. Это огромные деньги, у них нет таких денег, они не могут их содержать, потому потому что там ничего нету, чтобы производить. Но Путин говорит, я вам их отдам, но при условии нейтрального статуса Украины, мы можем про это начинать говорить, он же говорит, берем Стамбульское соглашение, там же нормальное соглашение, садимся, но надо не баранов каких-то, болванов туда посылать, а надо людей, которые умные, которые понимают, как вести диалог, и о чем. То есть что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы мы были нейтральными. Хорошо, мы будем нейтральными, но нам и надо быть уже нейтральными, уже нас никуда не берут, сейчас поляки опять перекроют границу до 31 декабря. Приехали. Как это? Казал и балакал, и силы-то заплакали. Понимаешь, каждый про свое. 40 стаканей польских только для себя. То есть Ирландия, сейчас она лишила украинских беженцев выплат на жилье. Будете бомжами тут у нас в Ирландии. Нам, вот те, которые приехали с Афганистана, Сирии, с Пагестана, это хорошие ребята. Мы будем исламистом, мы мечети строим, пусть маудзины в миноретах кричат, пусть они наших девочек ирландских тут насилуют. Все нормально. Режут, насилуют парней, все хорошо. А украинцам мы не будем давать женщинам и детям жилье. Пусть на улицах зимой спят. Классно, Ирландия. Я почему так? А потому уже так Сибиха приказал. И вошли в контакт с ними. Значит, это установка Сибири. А кого ж еще? Дальше смотри. То есть, фактически, понятно, что Зеленский не в состоянии нам обеспечить выход на мирное, есть принципы мирного сосуществования. Пять принципов. И с Путиным можно договориться об этом. Для него есть ключевые вопросы. Первый вопрос нейтральный статус страны. Второй вопрос русский язык. Третий вопрос церковь этого Ануфрия. Пусть не под этим Гудяевым. Пусть как бы автономная, но не трогать ее. Но вот это три главных вопроса. Ну плюс они говорят демилитаризация, но это такое дело. Это можно поспорить. Ну и чтобы не было фашизации. Их тоже можно понять. Все. То есть про это можно говорить? Да. Он скажет, ну а я хотел бы тогда и конфедерация. Придется идти на конфедерацию, то, что мы с тобой обсуждали. Сто процентов. Иначе придется идти на двупалатный парламент, придется идти на верхнюю палату регионов и прочее прочие лучше всего и надо это делать президента надо избирать только депутатами, мэрами и двумя палатами и так далее. Никаких прямых выборов. Фейл государства, постколониальное, с постколониальной этой самой мышлением этого социума карнавального спектакля, оно не может осуществлять какие-то прямые выборы. они не умеют этого делать, они сразу продаются. Ну что об украинцах-то? Нет, я, конечно, понимаю, что бросать яйца в памятник Пушкина в Одессе это, конечно, это отражение нашего общества, конечно. Это так надо... Но это шарьковы, швондеры. Но все равно нельзя же так о целом народе. Народе, которое демонстрировало единство, народе, которое отразил агрессию, стал под ружье. Неужели мы не можем выбрать себе сейчас президента? Саша, зачем народ стал под ружье, если можно, было, чтобы этого всего не было? Почему народ, который знал, что у него нет армии, нет ракет, нет танков, артиллерий, нифига нет, вообще армии даже не было, ничего не было? Почему народ позволил в парламентско-президентской республике осуществить антиконституционный переворот какому-то парню какому-то, с какого-то театрального кочующего провинциального балагана? На каком основании? Почему народ разрешил провести антиконституционный выбор Верховный Совет? То есть народ же понимал это или нет? А теперь народ отразил. Так нафига было доводить до этого? Умный же что делает? Блин, Евангелие открывает, если у царя десятитысячная армия, а на него идет армия двадцать тысяч, он садится и пишет этому, и шлет гонцов договариваться, как ему про мир заключить. Вот это тогда умный народ. А народ, которого припекли, которого начали убивать, которого проснулся инстинкт самосохранения, ну так извините, это называется жить каким-то задним умом, когда уже убивают массово людей, тогда в этом народе просыпается инстинкт и он борется. Но он все равно не может победить эту гидру московскую. Он не может, потому что его мало. Его мало, плюс он понимает, что его обманула власть бандократии. Если бы это была народная власть, тогда да, тогда народная власть была с народом, как в слухе народа. Но это власть бандократии, это государство стационарного бандита, которое решило теперь народ по полной программе открылась сущность этого зверя использовать для того, чтобы в интересах мировой таласократии осуществить руками и жизнями украинцев типа ослабления и даже уничтожения Российской Федерации. Здрасте вам, приплыли. И вы знаете, вот вы же, ну опять скажут, Соскин, да, сгущает краски, опять вот это вот все по поводу вот этих убийств, да, разных, которые, ну или как самоубийство, в общем, люди уходят, да, определенные, знаковые. В завершении нашего сегодняшнего разговора я бы хотел, чтобы вы прокомментировали Филатова. Мэр Днепра сегодня сделал, ну, как бы видеообращение, обратился к людям. Он заявил, что, ну, у него 6-го числа его покорник, заместитель Михаил Лысенко, да, и Филатов говорит, что фактически его убили правоохранители своими бесконечными обысками, травлей, преследованиями. У него 6-го числа был инфаркт у заместителя Филатова, и сегодня, ну, в общем, сегодня его похоронили. Собственно, поэтому и видеообращение, поэтому и все. Но тут же Филатов очень интересные как бы мысли высказывать, что против Горсовета, говорит, травля беспрецедентно развернута компания по уничтожению вообще самоуправления местного, уголовных дел просто куча, проводятся сотни обысков, аресты. Он говорит, что это скоординированная программа запущена, фальсификация доказательств, экспертиз, вот этих обысков, то есть это все, ну, скажем так, шито белыми нитками во многих примерах. Причины неизвестны, говорит Филатов, указание подготовка к выборам или банальное желание наживы, а возможно, я не знаю, это часть российского сценария, фронт все ближе к Днепру, а людей, которые должны и могут что-то делать систематически, вытравливают и уничтожают. Вот, собственно, такую атмосферу мы имеем в Днепре, которая там сегодня тоже прилетела, да, и вот на днях тоже, ну, тяжелые обстрелы были в самом Днепре, и в областном центре, ну, уже фактически к которому двигается фронт на Запорожском направлении, после Покровска будет Днепропетровская область, то есть мы видим, что здесь какая-то, ну, очень, очень замысловатая игра. Может это все обернуться, скажем так, резким миром? Ну, вот резко, раз и все, с ног на голову, а поле расчищено, как вы говорили выше, и, собственно, как бы уже никто, ну, внизу возбухать не будет, все примут это там непопулярное решение, склонят головы, и будет уже как бы там переизбрание или там переподтверждение, как писала западная пресса власти Зеленского, и, собственно, так это все и будет продолжаться. Или здесь просто, как это, последние дни Помпеи, есть такое выражение, и нужно успеть схватить, пока, пока что-то еще до чего-то руки могут дотянуться. Мы с тобой обсуждали эту тему, что что сделал ну, те, кто за Зеленским стоят, видишь, все продумано, то есть, вот так же было, как поездка в Соединенные Штаты Америки, она была, она же была очень многослойная, просто она провалилась по полной программе, и последний финальный провал был, это как раз встреча с Трампом, то есть, это уже Зеленского там переиграли по полной программе, а ему некуда было деться. Ситуация следующая, для Зеленского уже, и мы понимаем, что у него, что так песенка, я считаю, спета, что так спета, если продолжать бойню, продолжать ее нечем, фронт обвалится, мужчины-украинцы воевать за интересы бандократии не хотят и не будут. Все идут, смотрят на кладбище и видят, что смыслов в том, чтобы отдать свою жизнь, нет никаких. Никаких смыслов нет, потому что эти люди, которые уже были добровольцами, погибли, все видят, ну погибли они, что дальше? Что дальше с их семьями, с этим что? Семьям стало лучше, семьи стали уважаемыми, нет, 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 нет. Постепенно дожди, холода, снег, эти флаги истрепают, могилы, вода, мороз развезет, и на этом все закончится. Будут просто огромные захоронения людей и разбитые города, мертвые кладбища, огромный массив мертвых, заминированных городов, кладбищ. Это результат действий Зеленского и попустительства со стороны народа. Потому что народ не слушает умных, народ слушает тех, которые его кормят, которые ему в зёбик дают пожевать. А когда человек жуёт, у него мозги и остатки даже отключаются. У него весь прилив крови в желудок идёт, блин, для переваривания полученной пищи, пряников, которые ему сует бандократия, чтобы их лучше на плантациях и на галерах использовать и в концлагерях. Субтитры создавал DimaTorzok